Знервованность, перелик, стресс. Снова спряснилось. Что сердце погано. Тримай Корвалмент. Корвалмент. Швидкая помощь вашему сердцу. Украинские боевики ночью обстреляли город Суджа в Курской области. Зе-паблики заявили о прорыве границы в Курской области силами ВСУ. Россияне в истерике вспоминают о Киеве за три дня. При хорошем темпе наступления – это трое-три дня наступления. Мы же говорили совсем о другом и в другом залоге. Утром 6 августа российские пропагандисты начали распространять информацию о том, что украинские военные якобы прорвали границу в Курской области. В РФ заявляют, что информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореневского районов. Везде осколки. Удар был сильнейший. Разбросало конкретно все кругом. Граждане страны-террориста России устроили истерику в сети. Об этом пишут пропагандистские телеграм-каналы. Тут реально убивают и живут дома. Чувствуем себя беззащитными, незащищенными. Губернатор Курской области Алексей Смирнов выдал, что пограничная служба ФСБ не допустила прорыва границы. Чиновник утверждает, что информация об атаках ВСУ поступает из Суджанского и Кореневского районов. Уважаемые земляки, кувыряне, сегодня область подверглась массированной атаке и беспилотных летательных аппаратов. Ракет, обстановка продолжает оставаться сложной. Кремлевские пропагандисты заявили, что боевые действия идут на нескольких участках государственной границы. В РФ утверждают, что ВСУ якобы перешли участок границы малой группой на несколько сотен метров. Дрон, 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 дрон. В то же время россияне устроили очередную истерику в телеграм-каналах, призывая оккупантов продолжать наносить удары по мирному населению Украины. Надо их всех ухуеть. Хохлов до последних. Кроме того, россияне удивлены, что РФ от кремлевских нарративов «Киев за три дня» докатилась до атаки на Курскую область. Вот так вот мы и живем. Защищают нас наши защитники. Пустыня, выжженное село. Довоевались мы. Напомним, 6 августа россияне пожаловались на взрывы в городе Суджа Курской области. Пока власти заявляли, что сбито несколько десятков беспилотников, местные жители говорили о прилетах ракет. По их словам, есть пострадавшие и повреждены дома. Также громко было в самом Курске и еще нескольких районах региона. Дух уже, который сильный, русский дух отличается, он уже исчерпан. В поезде встречают людей, которые наши же россияне, они даже не знают, где Белгород, они даже не знают, где Шебекина. Многие говорят, это же вы напали на Украину. Обвинять людей в том, что вы на кого-то там напали. Как сообщал ОБОЗ-ЮЭЙ, 6 августа в России рассказали о мощном взрыве с жертвами на военном заводе «Авангард» в городе Стерлитамак в Башкортостане. Он выполняет заказы российского министерства обороны. 3 августа на российском военном аэродроме «Морозовск» в Ростовской области было зафиксировано попадание в склады с боеприпасами, где хранились в частности и управляемые авиационные бомбы. Местные жители в соцсетях сообщили о взрывах, предполагая, что это сдетонировали боеприпасы. Позже о результатах операции Силы обороны Украины рассказали в Главном управлении разведки Минобороны. Уничтожен истребитель-бомбардировщик Су-34. Еще два российских самолета такого же типа, вероятно, повреждены обломками. Рядом с бортами зафиксированы воронки от взрывов. Полностью уничтожен вражеский состав авиационного вооружения. От вторичной детонации российских боеприпасов на территории аэродрома и вокруг него видны большие площади выжженной земли. Из сообщения Главного управления разведки Министерства обороны Украины в Телеграм. Даже когда мы запускаем дроны, мы знаем примерно коэффициент по каждому направлению, сколько будет уничтожено дронов. И рассчитываем так, чтобы долетело столько, сколько нужно. Дроны атакуют? Дроны атакуют, знаю. Каждый день. Каждый день. Вот а почему? Как почему? Потому что мы уже полтора года украинцев атакуем. А мы заслуживаем того, чтобы нас атаковали? Слушай, ну а как? Вот если, да, ты сидишь себе дома, к тебе пришли и начали свои правила диктовать. Ты что, на ответку не имеешь права, что ли? Имеешь, конечно. Ну, вот что вы, вот вы, дроны, дроны. Они могут сюда прямо прийти. То, что у нас один дрон прилетел, это ерунда. То, что там творится, убийство. Это как бы... Ну и что, что дрон? Это наоборот хорошо, что мы хотя бы чуть-чуть начинаем чувствовать, что сейчас творится. Мы же живем как бы в куполе, когда все знают о тех событиях только из телеграм-каналов. А таким образом мы чуть-чуть это начинаем лучше ощущать. Так что это... Мы заслуживаем, получается, этих дронов? Ну, да. Да. О. Это плохо. Надо с этим как-то бороться. Надо войну прекращать, наверное. А как ее прекратить? Как ее прекратить? Договориться. Нам дверь выбьют нахуй завтра утром. Нет, как ты? Я не попропитываю. Надо всем объединиться. Надо всем объединиться, ребята. А что можно сделать-то, чтобы перестали они атаковать Москву? Телевизор выключить и начать с башкой своей думать. А, это совет россиян получит. Понял. Когда они начинали войну в прошлом году, никто из них даже не мог себе представить, что возникнет такая ситуация, что Украина будет отправлять дроны на Москву. Я думаю, даже в самом страшном сне Владимиру Путину не могло такое присниться. Ну, вот что называется, добро пожаловать в реальность, вы находитесь здесь. Наверное, если бы они знали, что такое будет, они бы там готовились бы, производили бы больше этих панцирей, придумывали бы заранее какие-то способы защиты Москвы. Но, в общем, ничего этого не было сделано, просто потому что они не знали, что война пойдет таким образом. Просто все пошло не по плану, и теперь они вынуждены сталкиваться с этими последствиями. А самое главное, простые люди вынуждены с этим сталкиваться, простые москвичи. Я уж, кстати, не говорю про другие города России, которые, если Москва хоть как-то защищена, то, чтобы говорить про другие миллионники, там-то вообще все плохо, потому что они средствами противоракетной обороны, насколько я понимаю, не особо защищены. И уж там-то расставлять панцирь, скорее всего, вообще никто не будет. Продолжение следует...